Насколько я знаю, опыт использования такого рода клапанов в Мурманске не получился, то есть происходит обмерзание. У них все-таки таких степени не бывает, у нас проблем. Так вот, можете ли все-таки какие-то сделать рекомендации по этому поводу? Для вашего климата? Ну, естественно. И где положено? Да, и второе, значит, конечно, от расположения здания. У нас такой горный, да, холмистый, так сказать, пейзаж, поэтому есть высокостоящие здания, есть, значит, ветреное, подветное. Вот это существенное влияние на двор. Я вам отвечу, я подумаю, что можно порекомендовать. Единственное, вот, мне кажется, еще одна проблема, что, в принципе, нет какой-то методики нормальной, которая могла бы иметь, даже нормативного документа, которая бы вот все эти вопросы как-то рассматривала. Это надо, надо удовлетворить. Это индивидуально в каждом случае. В принципе, да, понимаете, вот такой вот конкретный момент. Васильевич, потом я предлагаю обменяться контактами вам, да, и уже... Да, и последний вопрос, пожалуйста. Сергей, компания ГЕКСА, Москва. Я бы хотел спросить, вот, как вы порекомендуете установить зависимость количества клапанов или сечений в отношении площади, помещения? Допустим, есть 300 квадратных метров квадратные, там, прямовольное свободное пространство, но по количеству присутствующих людей клапаны этим не справляются. Сколько оно с них там стоит? Ну, на приточнике получается 4. Значит, давайте я вам отвечу чуть-чуть попозже. Мы с вами поговорим, я вот, может, прикину что-то, может, оценивать. Ну, да, чтоб воздухообмен обеспечить, наверное, тут... По идее, нужно исполнить искратности. Потом там же множество, вообще, не зависит от того, на каких этажах у вас будут открыты. Вы сверху откроете клапана, вы измените давление на вытяжной трубе, да, и у вас будет совсем иначе работать клапаны, которые на нижних будут работать на приток. Поэтому тут очень... Это надо проектировать для всего здания, учитывать эти факторы. Вот просто еще одноэтажные, которые... Ну, такой еще одноэтажный. Хорошо, что мы приглянем. Еще вопрос. Вот, как бы, в СП 50-м, да, у нас есть приложение, там, значит, по-моему, оно пойдет, вот, новый по тепловой защите, он, правда, не введен еще здесь, не является обязательным, да. Вот, там есть, значит, ну, расчет энергоэффективности, и получается очень высокий класс за счет того, что кратность воздухообмена, значит, да, разработчиками взята 0,38. Вот насколько это реальная цифра, как вы считаете, вот для зданий, которые сейчас строятся, естественно, стены. Ну, я уже говорила, что кратность, вот то, что я встречала, от 0,23 и их еще, да, но вот средняя кратность, минимальная, мне кажется, это порядка 0,45. Это минимальная, 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 вот с такого личного опыта. На самом деле, в среднем, в среднем, вот для зданий, это реально существующее. В среднем, реально существующее, я думаю, что это где-то должно быть, должно быть 0,6, 0,6, 0,7. Нормально. Спасибо большое. Так, спасибо, поблагодарим вас. И, пожалуйста, у меня вопрос к предъявке, Сергей Валерьевич.